Здравствуйте, в эфире передача новости недвижимости, апрельский выпуск. И начнем с главных событий этого месяца – о поднятии банковского интереса аж на полпроцента. То есть банковский интерес достиг 1%. Это значит, что прайм теперь будет 3.2 и все моргиджи будут рассчитываться в расчете из этого прайма. Это самое большое поднятие за последние 20 лет за один раз и самое первое поднятие из стран большой семерки, которое сделала Канада. Как это повлияет на недвижимость, на экономику, мы только увидим в будущем. Это, конечно, очень большой шаг, который сделали, но у правительства не было другого выхода, так как инфляция у нас официальная уже в районе 6%, а неофициальная, наверное, намного больше. И уже многие обозреватели говорят, что вряд ли это поможет повлиять на инфляцию, но тем не менее банк старается что-то сделать. Если мы посмотрим на статистику в GTA, то мы увидим, что если берем из расчета года с марта по март месяц, то цены выросли очень существенно, цифры двухзначные. Если возьмем регион 905, там детачи дома выросли больше на 30%, дома, такие как семьи детачи таунхаузы больше 20%, конда около 20%. Если мы перейдем на периферию, в частности в город Берри, то в Берри выросли цены в среднем на 30% за год, если мы берем из расчета март 2021 по март 2022. А теперь перейдем еще к очень важным событиям, таким как изменения, которые предложило федеральное правительство на уровне бюджета на 2022-2023 год. Я выделил несколько главных таких вот точек, которые будут именно повлиять, скорее всего, как-то на недвижимость, хотя, на мой взгляд, несущественно. Первое, выделяется 4 биллиона долларов в 7HC для построения фондов для поддержания affordable housing, то есть более доступного жилья. Как это именно будет выливаться, мы тоже не знаем, может быть за счет каких-то льгот, за счет каких-то, не знаю, скидок на моргиджи, мы еще не знаем, но это будет выделено 4 биллиона долларов на следующие 5 лет. Также дополнительный такс-кредит до 7,5 тысяч будет выдаваться тем семьям, которые решили сделать второй юнит в доме для престарелых, например, людей или для инвалидов, будет даваться до 7,5 тысяч долларов кредит, который не надо будет возвращать. Предложено было создать новый аккаунт для тех, кто покупает впервые, Tax-Free First Home Saving Account называется, куда можно будет отложить наподобие RRSP 40 тысяч долларов и которые не будут облагаться как TFSA абсолютно налогами, даже на росте, который там произойдет. И эти деньги можно будет использовать для даунпеймента при покупке первого дома. Также был увеличен First Time Home Buyer Credit, то есть если сегодня около 4 тысяч получает, те, кто покупает впервые кредит на это как-то, что называется, closing cost, то сегодня этот кредит составит 10 тысяч долларов. И это вступает немедленно всем, кто купили в этом году дома. Хорошая новость для тех, кто купил впервые. 200 миллионов долларов будет выделено на affordable housing, построение именно домов для тех, кто нуждается в этих домах. Также для программы rent-to-own или для просто rental зданий. Интересное очень предложение, которое я не понимаю еще, как это применят, еще никто не знает, но уже это решено, что будут отменены слепые аукционы. То есть вы знаете, когда сегодня покупают дом и приходит несколько офферов, то каждый из покупателей не знает, кто сколько дал за дом. Теперь будут знать. То есть все будет открыто, это будет открытый аукцион, как наподобие английского аукциона, как мы видели, когда молотком стучат и предлагают, кто сколько даст, кто больше. Также было запрещено покупка иностранным инвесторам на 2 года вообще, то есть вы помните, раньше ввели 15% дополнительный налог, те, кто покупает в золотой подкове, 20% ввели в Ванкувере и это никак особо не повлияло и я думаю, что это тоже никак особо не повлияет. Но вот есть две меры, которые ввели, которые очень сильно, скорее всего, повлияют на многие аспекты определенных инвесторов. Первое, это дополнительные налоги для тех, кто делает флипы. То есть, если кто-то купил дом, сделал там ремонт или просто поддержал его и продал его меньше, чем через год, без каких-либо обстоятельств, например, если он не переехал, не развелся, ребенок не родился, просто взял, продал дом меньше, чем через год, будут дополнительные налоги на продажу. Кроме того, что это идут налоги как бизнес, то есть полностью облагается налогом, будет еще дополнительный налог, называемый флиппинг-такс. И теперь для тех, кто продает assignment, это в основном касается тех, кто покупает кондо. Многие люди, кто покупает кондо, думают, я не буду закрываться, неважно, что будет, я его продам перед закрытием assignment и на этом зарабатывают деньги. И многие люди заработали на этом деньги. Это, конечно, было всегда очень рискованно, потому что никто не знает, вырастет недвижимость или не вырастет. Теперь они еще ввели определенные меры, которые говорят, это будет еще облагаться отчасти налогом. То есть, если, скажем, выросла на 100 тысяч недвижимость, вы с него заплатите отчасти в начале 18%, а потом еще 50% примерно, в зависимости от вашего налоговых рамок. То есть, получается, вообще невыгодно продавать assignment, потому что практически все уходит на налоги. Теперь я хотел бы немножко поговорить про слепые аукционы. Многие думают, а как это все-таки повлияет на рост недвижимости? На мой взгляд, никак не повлияет, а может быть, даже, наоборот, еще ухудшит. Потому что мы еще не знаем, как это еще будет выглядеть. Например, кто последний имеет право слово сказать? Могут быть какие-то манипуляции, что могут подыграть кому-то и сказать, какую цену надо дать последнюю и потом сказать, что все больше не принимаем. То есть, будет очень много непонятных вещей, которые можно будет обойти и что-то сделать. Они сказали, продавец решает, когда остановить этот аукцион. Но, тем не менее, если мы посмотрим на эту таблицу и увидим, как выросли цены за последний год в разных странах, то посмотрите, на третьей строчке находится Новая Зеландия, на четвертой находится Швеция и на пятом находится Австралия. У них у всех средний рост составил выше, чем средний рост в Канаде. И у всех отменены слепые аукционы. У всех. И, тем не менее, цены у них растут намного больше, чем они растут в Канаде. Поэтому я не думаю, что эта мера как-то повлияет, но будет уже по-другому. Я все время утверждал и много раз говорил на своих семинарах о том, что люди не покупают дома, люди покупают платежи. И когда мы говорим, что такое доступное жилье или недоступное. Например, если мы смотрим на дом, который стоит 10 миллионов или 5 миллионов, это доступное жилье? Нет, конечно. Правильно? А если за этот дом надо будет платить моргидж 2000 в месяц, это будет доступно? Да, конечно, будет доступно. Поэтому, если мы посмотрим на этот график, как росли платежи, то мы видим, что они почти никак не росли, за исключением этого пика последних двух лет, когда они примерно удвоились платежи за моргидж. А если быть более точным, за последний год выросло на 700 долларов платежи за моргидж, потому что был действительно большой скачок. А так, в принципе, платежи особо не менялись. Почему? Изменялись проценты на моргиджи, изменялась длина моргиджи. И поэтому, представьте себе, если только возьмем сейчас и вместо 30-летнего моргиджа сделаем 40-летний моргидж или 50-летний моргидж, то платежи резко уменьшатся. То есть люди смогут опять покупать дома. И никто не сказал, что это не введут. Может быть, ни сегодня, ни завтра. Но когда-нибудь доведут, потому что в Европе это уже ввели. В Японии там вообще на 100 лет можно моргидж брать. Людям надо дать возможность купить. И скорее всего это произойдет. Также инфляция. Инфляция продолжает расти. Это одна из причин, почему был понят интерес. И даже посмотрите, подняли интересы. Все хватаются за голову. Ой, сейчас моргиджи будут 2,5% примерно. В Америке ты меньше 4,5% практически не найдешь моргидж. А тебе 5,6%. И дома там скупают. 2,5% если сравнить с 6% официальной инфляцией. То есть вы взяли моргидж и все равно он стоит вам дешевле, чем эти деньги будут через год. Это парадокс. Если мы посмотрим на этот граф, то большинство потребителей считают, что последующие два года инфляция будет выше, чем 3%. И это скорее всего так и произойдет. Теперь если мы посмотрим на продажи. Продажи падают. Понятно. Все это заметили. Продажи падают. И как инаконда, так и на отдельно стоящие дома. В чем причина? Одна из причин, посмотрите на количество активных листингов. Насколько взлетело количество активных листингов. Это говорит о том, что вышло много домов по разным причинам. Кто-то решил поймать эту волну и продать подороже дом. Кто-то ждал весны. Кто-то не хотел продавать, когда был локдаун. И сейчас вышло огромное количество properties. Что будет дальше, очень интересно. Либо их все постепенно раскупят и опять будет нехватка. Либо какое-то время цены будут примерно идти прямо и может даже немножко с наклоном вниз. Но посмотрите, что происходит с кондо. То, что я все время говорил, кондо не приносит кэшлоу. Но многие говорили, это неважно хотя бы на ноль и тогда я зарабатываю на то, что выплачивается моргидж, но еще и растут цены. А теперь посмотрите, что сейчас происходит. Сегодня редко кто купит кондо и получит позитивное кэшлоу или нулевое, теряет в среднем 900 долларов в месяц на кэш-флоу. И платежи по погашению моргиджа где-то в районе 1000-1100 каждый месяц. То есть получается уже ноль. То есть если цена на кондо не будет расти, вы ничего не зарабатываете. И это уже многие инвесторы поняли и уходят постепенно от кондо. Это произойдет. Я думаю, что мы будем наблюдать еще резкую коррекцию цен на кондо тоже. Что же касается средней цены, то мы видим, что за март в среднем где-то на 1% цена упала. Опять же, если даже упадет на 5% или на 10% цена, это не падение, не изменение траектории. До этого, вспомните, выросло на 50-70%. Это нормальная коррекция. Никто никогда не говорил, что все время будет все идти вверх. Теперь посмотрим по поводу мотивированных продавцов. Если в 2021 году их было ноль, то уже в начале 2022 года было уже 7-10-4, то сейчас в марте уже 32-33. То есть это говорит о том, что мотивированных продавцов все больше и больше. Это значит, что сейчас время для инвесторов находить хорошие сделки. Безработица падает. Это хорошая новость. А также посмотрите на график affordable жилья и на цены на жилье. Мы просто вернулись опять в рамку affordable жилья. Но если мы посмотрим на рост платежей, рост цен и на падение интереса, то мы увидим, что единственный график, который не изменяется, идет прямо – это наш доход. Поэтому, если вы думаете, что как-то на доход вы станете более богатыми, то это вы живете в иллюзиях. Если вы не начнете что-то делать со своей жизнью, то в конце концов средний класс будет вытерт из населения Канады. Что касается иммиграции, только за последние три месяца приехало больше ста тысяч человек. Посмотрите, как увеличились опять квоты на иммиграцию. Например, ожидается 450, 430 тысяч человек ожидается приехать в этом году. Но никто не говорит о том, что еще 450 тысяч студентов приехало только в 2021 году. Это вообще рекорд. Это миллион человек в год. Как вы думаете, нам хватит жилье? Я думаю, нет. Поэтому все эти падения – это все очень временное. И если мы посмотрим на количество населения по странам, то Канада находится на втором месте после Саудовской Аравии. То есть, больше всего, самый большой рост населения именно происходит в Канаде. А теперь посмотрим простой пример дуплекса, который я всегда показываю. Цена, если сегодня можно будет купить в районе 800 тысяч, а я думаю, это возможно купить, и моргидж даже будет 2,5%, мы все равно в тысячи долларов кэшлоу. Тысяча долларов кэшлоу вы бы купили, даже если был бы ноль. А тут тысяча долларов кэшлоу, и вы зарабатываете 17% годовых без учета какого-то роста. Вы не получите проценты нигде, ни в каком банке. Поэтому, как я все время говорю, ваша жизнь – это в ваших руках. И только вам решать, как жить эту жизнь. До встречи в мае. Всего вам доброго и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова